Всем привет! В эфире заметки о Черкесии и сегодня у нас выпуск, посвященный личности султан хан Гирея, этнографа, служившего на службе у императора Николая Первого и оставившего нам в наследство замечательные записки о Черкесии и ряд интересных художественных произведений, в которых он запечатлел разный фольклор адыгский, черкесский. Итак, хан Гирей. Для того, чтобы понять вообще, кем он был изначально по происхождению, нужно обратиться к истории вообще хан Гиреев как таковых. Гиреи это потомки крымских ханов из младшей ветви, которые в силу упрямленных обстоятельств оказались в Черкесии, приняли, полностью очеркесились, перешли на язык, вошли в состав общества, заняли свою нишу и по уровню являлись аристократами, орками, но никогда не являлись князьями. То есть, грубо говоря, адыги подчеркивали этот факт, что они имеют сильную власть в Черкесии, но не настолько сильную, как князья. Как так получилось? Скорее всего, это связано с тем, что у крымских ханов была такая привычка, традиция отправлять своих детей на обучение к черкесским князьям, поскольку у черкесских князей был принят обряд оталычества, то есть, воспитание знатных детей в своих семьях. Ну и, во-вторых, адыгский этикет представлял собой довольно строгую и сильную форму такого этическо-морального кодекса, к которому обучался человек. И обучившийся кодексу Адыг-Хабзе, соответственно, ханыч младший, он имел больше шансов оказаться человеком воспитанным, благородным и, в общем-то, правильно управлять государством. Но поскольку ханских детей было много, то есть, когда кто-то из них вступал в наследство, естественно, младшие отсекались и оказывались ненужны в крымском ханстве, поскольку их появление могло вызвать эту династическую вражду. Их оставляли просто там в Черкесии, иногда им даже угрожала смерть из-за династических вот этих войн, и они укрывались таким образом у черкесов, пользуясь гостеприимством. Итак, возвращаясь конкретно к султану Хангирею, считается, согласно трём документам, 19-го, начало 20-го века, родоначальниками рода именно Хангирея был султан Исламгирей. Сам Хангирей писал об этом в незаконченной рукописи по своём отце, Серескир Мугамед Гирей. Он говорил, что дальних предок Исламгирей переселился на Кавказ из Румелии, это область на Балканах была, в Османской империи так называлось, и стал основателем рода султанов Исламгиреевых. Есть такая информация, что изначально он переселился в Туапсе, а потом вместе с бжедугами во время их миграции на север в равнинные части, он переселился вместе с ними. В общем-то, они у бжедугов и жили. Там же Хангирей указывал, что его отец Мухамед Гирей был пятый потомок вот этого самого переселенца Исламгирея. На могильной плите племянника Хангирея поручика султана Азаматгирея, похороненного в ауле Хатукай в 1896 году, также было указано, что их первым предком, поселившимся на Кавказе, был Исламгирей. Собственно, о том, что Исламгирей появился в Туапсе, первый писал уже дальний потомок уже самого Хангирея в начале 20 века Давлетгирей, султан, тоже такой просветитель деятель культуры был. Согласно его записям, внук Исламгирея Аслангирей был первым из их рода, кто переселился как раз таки вместе с бжедугами на левобережье Кубани во время их переселения в 18 веке, как он указал. Дед султан Хангирея Аслангирей отмечен был в истории как влиятельный политик своего времени. Он участвовал, он точнее погиб во время штурма Анапы русскими войсками в 1790 году. Тогда он служил в турецких войсках в Анапе. И вот во время штурма он перед смертью завещал своему сыну, как раз таки Магмед Гирею, принять русское подданство, если русские возьмут Анапу. Что он собственно и совершил. Мухаммед Гирей, отец Султана Хангирея, когда русские взяли в Анапу Гудовича, отряд Гудовича впервые, вот он выпал на завещание отца. В 1808 году российские власти уже наградили Магмед Гирея золотой медалью за усердие, когда он помогал в выкупе из черкесского плена десяти казаков и солдат и женщин, которых безвозмездно передал на линию российскую сторону. Тогда это произвело впечатление на генерал-губернатора Новороссии Ришелье, который заметил Магмед Гирея и позволил ему переселиться на правый берег Кубани. Он поселился в районе Пашковки, как раз напротив своего родного аула, который сегодня называется Тлюстенхабль. В Тлюстенхабле остались жить часть его семьи, его дети Шахангирей и Сагатгирей. Тогда его называли еще дворянский аул. Самое интересное, что известно об этом ауле на правом берегу Кубани, что у него даже там целый зоопарк свой был из разных эзотических животных. И вот пока он там жил, этот аул там оставался на правом берегу Кубани, его никто не трогал. И хотя козни определенные были, недовольство среди местной казачьей администрации Кубанской области было по этому поводу. И вот в 1808 году Магмед Гирея в его ауле родился Султан Халгирей. У самого Султана Халгирея было два брата, которых упоминали ранее, которые остались в дворянском ауле. И еще пять сестер. Мелик Султана Хиджакова. Хиджакова, собственно, стала после выхода замуж за князя крупного именно джедуского из Хиджакова. Алимка Ситан Айтекова, Ханфи Могу Корова, Черихан и еще одна неизвестная осталась. Позже, чуть позже родился еще у него младший брат Адиль Гирей. С наших лет Султана Халгирея готовили к роли политика. В 17-м году его отец окончательно выбрал службу России, Магмед Гирей. И Магмед Гирей, несмотря даже на щедрые предложения со стороны турок, получить должность некой условной правителя всех закубанских народов, наместника от Турции. И Магмед Гирей вступает в Черноморское казачье войско с чином войскового старшины. Но при этом турецкое предложение всегда остается актуальным. Он передачки рассматривал, довольно благожелательно смотрел на турок, смотря на войну с ними. И это всегда, видимо, было какой-то альтернативой на всякий случай. Отец был ярким примером для Султана Халгирея. И он был достаточно нетипичным, условно, черкесским князем. Выбрал абсолютно российский образ жизни. Занимался сельским хозяйством и торговлей. И вот этот мирный образ жизни отца стал примером именно для будущих идей Халгирея от подчинения Черкесии и всей Российской империи на мирных условиях через торговлю. В 1921 году отец Хангирея умер после болезни. И вот в 13-летнем возрасте мальчик остался главой семьи. Через год Хангирей со своей семьей, мачех и тремя сестрами перебрался жить в Гривенской аул. Это ближе туда, к Казовскому морю. Перевез туда всех своих крестьян. И там, в сентябре 1922 года, его встретил генерал Власов Максим Григорьевич, который оказался недовольным увиденным бедствием вот этой семьи, которая, получается, относилась к князю, к перешедшему на российскую службу. И он решил помочь юноше, так как видел в нем стремление к наукам и познаниям, как он писал. Он его определяет, султан Хангирея, в Екатериноградское войсковое учебное заведение. И спустя два года Хангирея выучил русский язык, стал читать и писать, свободно овладел турецким языком. По окончанию учебы он получил звание императорского флигеля-дьютанта. И тогда же загорелся идеей привлечь внимание императора к проблемам просвещения вообще всех адыгов, черкесов. Как раз тогда в России ходила идея мирного покорения Черкесии через торговлю, через просвещение, особенно через вовлечение знати черкесской, князей аристократов в среду российскую. То есть привлечение их к благам цивилизации, привозить их в Петербург, обучать их, на балы водить, чтобы они пользовались школами, больницами, всем. То есть увлечь их от этой европейской культуры, так чтобы они за собой потянули народ. В 1925 году Хангирей начал службу в Черноморском казачьем войске сотенным солдатам. Благодаря личным качествам и связям отца он делает хорошую, блестящую карьеру. В 1926-1928 годах принимает участие в русско-персидской войне, где получает за храбрость Георгиевский крест и офицерский чин. В 1927 году его назначают ординарцем генерала Беккендорфа, который позже рекомендует его своему брату. И вот в этот момент политикой на такой серьезной эпохе Николая I, Беккендорф Александр Хейстерфорович становится пожизненным личным покровителем Хангирея, который действительно помогал ему всю жизнь, даже во время баллы. В 1928-1929 годах Ангирей участвует в русско-турецкой войне. В должности дьютанта Меньшикова Александра Сергеевича, командующего войсками. И там он пишет, что своей целью первой в жизни он всегда ставит заслужить уважение начальству. После окончания русско-турецкой войны в 1929 году Хангирей отправляется в Петербург, где на короткий срок его в Черноморский казачий эскадрон зачисляют. Через год в 1930 году его переводят в Кавказский горский полуэскадрон и отправляют обратно на Кавказ. В Петербурге он за этот короткий промежуток времени успевает обратиться к императору с прошением о принятии Бжедуга в подданство и назначении его правителем Бжедуга. На основании якобы факта преимущества власти Гиреев над адыгскими и черкесскими князьями. Что это было? Когда он там был на Кавказе перед поездкой в Петербург, он гулял у этих своих князей, уже бжедугских князей, на разных пиршествах там присутствовал, ну и общался, собирал же фольклор в это время уже активно. И там к нему обращаются эти князья с такой вот просьбой, давайте обратимся к императору о принятии Бжедугов в подвласть российскую. Именно вот та прослойка князей бжедугских, которые уже в принципе служили на российской службе, хорошие жалования имели и хотели еще больше, ну стать частью аристократии российской, но при этом получить во владение своей же земли, но уже как бы так сказать с крыши, условно говоря, российской. Вот они обращаются к нему, чтобы он такое заявление составил. И видимо так вот бурно это было принято, что они даже и не согласились не против, что он там напишет, что он там главным будет. Ну Хангирей подает, без задней мысли молодой, неопытный политик еще, подает это заявление. И после его подачи в самой Бжедуге начинается бурное недовольство. Значит, эти самые князья, которые его подстрекали к этому, когда ему тогда же 21 год, выступают против него. Особенно Алхаз Хаджимуков, влиятельнейший хамышеевский князь. Значит, Хаджимуков видит попытку в этом свержения и захвата власти Хангиреем в свои руки, то есть самолично, якобы он так хочет прибрать в руки всех бжедугов к себе. Как оказалось, в процессе переговоров князья испугались, что Хангирея воспользуется случаем и станет верховным князем. По указанию генерала на линии Ивана Пасхевича в марте 30-го года на казной атомал Черноморского войска, генерал бескровный выясняет обстоятельства направления царю через поручика Хангирея вот этого прошения. Он приглашает на беседу к себе 8 хамышеевских владельцев, чьи подписи изначались в документе. Но получилось так, что прибыл только один, и беседовал он именно с хамышеевскими князьями, Алкасом и Мухаммедом Хаджимуковым. Они объяснили, что желают быть подданными Российской империи, но не согласны состоять под начальством Хангирея. И уловив в этих опросах негативное отношение к Хангирею, заявили, что хам сам Хангирей второстепенной ветви Гиреев, что он вообще не имеет никаких прах, то они смогли пояснить, когда и откуда к ним прибыли его предки. То есть, подноготную. В итоге Хангирей был оправдан, но в это время проявились, как говорят, его противоречивые качества. С одной стороны, он очень амбициозный был, что согласился на такое, а с другой стороны, нерешительный. То есть, как говорят, если уж пошел процесс, он просто предпочитал спрятаться, уйти в сторону, в тень, и процессы проходили мимо его, не в его пользу. Но в этот раз обошлось, как бы так вот, недоразумением. Карьера его была довольно стремительной, легко он поднимался по службе, застоялся множество наград. В 1931 году в Польше участвовал в подавлении восстания, и идею его из поручиков произвели в штаб с родмистра, и удостоили разных серьезных орденов. Под его руководством служили те же просветители известные, адыгские, султан Казы Гирея и этнограф Шора Ногмов, например. Брат Хангирея, Сагат Гирея, также служил под его началом оруженосцем, и был достоин полку, там тоже званий серьезных. И вот все это время, вот он там в кругах крутится, в Петербурге на балы ходит. В январе 1937 года Хангирею присваивал чин полковника, и в апреле он получает придворное звание флигеля-адютанта самого российского императора. Получается, что в 29 лет он еще и стал командиром вот этого Кавказского горского полуэскадрона. То есть 29 лет, а сумасшедшая карьера совершенно для тех времен. Сам Салтан Хангирея в это время общается с видными деятелями вообще Российской империи, ну, например, с тем же Карамзиним. Крутится в кругах науки, искусства, литературы. В Лейп-Эскадроне с 1936 года по поручению Николая I он создает как раз-таки вот этот свой первый главный труд в записке о Черкесии. Император тогда собирался посетить Кавказ, чтобы встретиться с депутатами от адыгских народов, черкесских обществ точнее, и убедить их в выгодах подчинения России. Перед поездкой ему нужен был такой справочник серьезный об устройстве вообще общества черкесского, об их понятиях жизни, мировоззрении. И Хангирею поставили жесткий срок в один год составить такой вот всеобъемлющий справочник черкесского адыгского общества и понимания их жизни. То, как они мыслят. Записки он подготовил в срок, хотя они изобиловали ошибками и сложной такой системой передачи именно адыгско-черкесских названий, имен, которые даже сейчас в книге читаешь, ты не разберешь многие совершенно. И есть мнение, что на самом деле у него уже были к тому времени черновики, то есть он так в принципе занимался этой работой, просто с черновиков слепил вот это вот быстро. Записки эти о Черкесии и передал императору. Император почитал, ему понравилось, он даже назвал Султон Хирея тогда Карамзиным черкесским. Но проблемы начались во время поездки самого императора на Кавказ. Дело в том, что записки содержали в себе также и подробный план покорения Черкесии. То есть там предполагалось, что необходимо военными средствами покорить сначала те общества, ну и тех князей, старшин, князей мы имеем в виду, да, в тех княжеских обществах равнинах, в горных обществах соответствующих главных старшин. То есть самых таких непримиримых бойцов, бурных, которые вот собирают вокруг себя народ на войну с Россией, нужно их военной силой покорить, а оставшихся уже через привлечение к торговле, через постройку дорог, больниц, школы, всего остального, привлечь к европейской цивилизации. И таким образом они сами добровольно выберут Россию. Предполагалось ввести систему разделения Черкесии на округа, поставить единого муфтия, подконтрольного российским властям, запустить систему тотального образования населения, открыть миновую торговлю массовую, дороги, больницы и все остальное. Управляющим, естественно, Кангирей предложил себя. Ну такое, что-то вроде министра по делам Черкесии. Записки вместе с проектом император почитал и направил местному начальству на Кавказе дать отзывы. Одной из ключевых тогда фигур был генерал Велиминов, сторонник жесткого военного покорения Черкесии. И вот ему особенно не понравилась как раз-таки должность Кангирея главная, потому что получается, фактически она лишала Велиминова прямых полномочий. И в этот момент проявляется худшая черта Кангирея, нерешительность. Значит, император Николай I отправляется по Кавказу, сопровождаемый как раз-таки местными генералами. Естественно, что он получает от них негативные отзывы на записки о Черкесии и приглашает Кангирея выступить в свою поддержку, то есть сказать, свои аргументы в пользу своего проекта. Но, как оказал султан Кангирей, настолько боялся генералов, настолько боялся общения с ними, что просто притворился больным и отказался посещать делегацию императора, чем, в смысле, генералы и воспользовались, обвинив его, во-первых, в попытке получить должность, в честолюбии, в отсутствие усердия по работе по заданию императора, использовании его доверия к себе, таким образом. То есть, ахайли всю работу его и представили ее, как будто бы он намеренно подлез, как говорится, подслужился к императору, чтобы свои какие-то личные мотивы, чтобы должность получить получше. Подключились сюда и бждуцкий князех Аджимуковый, которые тоже по старой памяти набросились на него, начали его всячески обвинять. Настроили против все высшее общество. Император приказал Султан Хангирею отправиться в Кабарду, чтобы там договориться о выкупе из черкесского плена разведчика Федора Тарнау, который как раз и не находился там. Но в результате вот этих взаимодействий Хаджимуковых, которые настроили против него князей, эти его переговоры оказались безрезультатными. Поездка по Кавказу вызвала у императора негативные эмоции. Он тогда уволил многих генералов за то, что не справлялись со своими полномочиями. Адыхские и черкесские старшины, вот именно из непримиримых обществ, с целью общения, с которыми и была поездка, они вообще проигнорировали императора, они никаким образом с ним не собирались встречаться. На этом фоне, естественно, раздражение императора было очень высоким. Тут такой рукой раздрай, раздолбайство, тут еще подставляют всюду. И на этом фоне султан Хангирей попал в немилость. А его записки о Черкесии император вообще запретил публикации. Военное министерство тут же воспользовалось случаем и наложило статус секретности на этот документ, так что сам султан Хангирей до конца жизни так и не смог получить своих записок в оригинале. Более того, сами записки о Черкесии, эти оригинальные, оказались закрытыми для доступа общественности аж до 1958 года. То есть практически на 120 лет. И только вот в 1958 году из них сняли режим секретности и их вот случайно обнаружили. Для тех, как и то в разных частях они были разбросаны. Хангире понизили в должности и оставили служить на Кавказе. Но через буквально год, после смерти Велемии иного генерала, главного противника Хангирея, его преемник Грабе в 1938 году положительно оценил проект султана Хангирея, пересмотрел его. Заступник султана Бекендорф воспользовался этим случаем и попытался восстановить честь и репутацию своего воспитанника. Вскоре Хангирею удалось вернуться в Петербург и вместе со знаменитым адыгским князем Беслинеем Аббатом, Беслинеем Аббат это был шапсугский крупный князь, которого изгнали, ну, крестьяне получается, народ изгнал, он пытался всячески восстановить свои права, но не получалось. Ну, здесь их рождало разочарование. Дело в том, что с Хангирею к этому времени потеряли интерес и общались с ним только через третьих лиц, из чиновников, а не напрямую, как раньше. Прежде всего, очень долго ждать аудиенца императора. Дело в том, что после той поездки Николай I окончательно разуверился в возможности мирного покорения Черкесии и принял решение, которое ему предложили вот эти генералы кавказские местные, что нужно военными мерами этот вопрос решать. И как бы проект вот таких, таких мирных, европизированных князей черкесских, он просто отпал. Он уже стал неинтересен. Султан Хангирей не скрывал своего разочарования, вернулся он обратно на родину и принялся за написание рассказов, призванных сохранить фольклоры память народа. Ну, скажем так, он очень переживал на этот счет и в какой-то момент просто понял, наверное, что да, к сожалению, он ничего не смог сделать в этом случае. И очень был разочарован тем фактом, что не смог как бы посвятить свою жизнь именно спасению своего народа от трагической судьбы, которую он может ожидать. Он, наверное, туда предчувствовал все это. В следующие годы появляются его труды, посвященные знаменитым людям Черкесии, призванные запечатлеть в письме устные рассказы, песенные именно. Так появились биографии знаменитых черкесов и очерки черкесских нравов, в которые вошли очерки Беслени и Аббат, вот о том самом шапсукском дворянине, который ездил с ним в Петербург. Забавный факт, он там бегал, как говорится, из Невы пил воду холодную, подтверждает тем, что, вот, дескать, никто из адыгов вообще никогда такого не делал, это я сделал. Когда его Султан Хангирей спрашивал, как бы не удивляет ли его вот это великолепие дворцов, всего этого, он говорит, что удивляет, но я как адыг по этикетам не имею права как бы вот вести себя как ребенок, там, удивленный, слюни в своем мире, пускай. Итак, вот Беслени и Аббат. Потом о князе Пшком Ахадя Голко, это, собственно, Ахиджаков князь, который был мужем его сестры. О приключениях, собственно, и вот этого князя Ахиджака. Незавершенный был очерк Сайроскир Султан Мугомед Гирей об его отце. Появились у него две исторические повести наезд Кунчука, о набеге адыгского черкесского князя на Азов, чтобы наказать местного пашу за кражу его невесты, и князь Канбулат о последних годах славы суббетно-сажанеевцев и об их, как бы, об исчезновении их с исторической арены. Отчасти по памяти и черновикам он восстановил отдельные главы записок и части о преданиях и обычаях адыгов. Оригиналы не сумел он выпросить даже при поддержке своего высокопоставленного покровителя. Султан Хангирей умер в конце 1842 года в возрасте 34 лет в своем родном дворянском ауле, ныне Клюстенхабль. У него осталась жена Джави Гуздуми, двухмесячным сыном Мурат Гиреем. Курган на его могиле до сих пор стоит на улице Ленина, на улице Люстенхабль, на его вершине стоит в 90-е годы поставленный памятник, большой такой, скромный, достаточно, с памятной доской о его жизни. Считается, что его здоровье подкосил петербургский климат, а закончили дело именно тяжелые переживания относительно своей судьбы и своего народа. При его жизни были опубликованы только восстановленные фрагменты записок. Остальные очерки повести вышли уже после, с 1944 по 1947 годы в разных журналах, а очередь про князя Ахиджака вообще появился аж в 1893 году, спустя почти 50 лет. Самое интересное, что часть рукописей хранились именно в семье долгое время. И вот, допустим, сын двоюродного брата султана Хангирея, султан Давлет Гирей, который мы упоминали в начале, являлся одним из устроителей черкесских вечеров, в принципе, которые проходили в начале 20-го века в Екатеринодаре. Это было благотворительные вечера, средства с которых собирались на помощь пострадавшим от наводнений и на развитие образования в адыгских черкесских аулах. И вот в 14-м году, в январе, вот один из таких вечеров был организован и там актеры самодеятельной труппы общества из черкесов поставили масштабное действие по антониму по мотивам эпической повести «Наезд Кунчука», которая собрала какое-то сумасшедшее количество отзывов Екатеринодаре и все общество городское ходило смотреть их там. Выбор их был не случайный, потому что тогда воспроизведение на театральной сцене именно драматических событий и судьбы черкесского народа в борьбе за независимость в Кавказской войне и против притязания Османской империи, именно в данном случае «Наезд Кунчука» уже против Паши, против Османской империи, соответственно. Это было своего рода ответом общественности на обвинения, именно адыгская общественность, черкесская, на ее обвинения в таких протурецких взглядах и симпатиях в годы Первой мировой войны. Свой главный труд «Записки о Черкесии», которую он написал, обнаружили в 1958 году в библиотеке Российского государственного военно-исторического архива и опубликовали под редакцией Горданова и Мамбетова в 1978 году в Нальчике впервые. В 2011 году в Майкопеле была издана книга «Султан Хангирей. Избранные труды и документы», составленная из четырех частей. В первую вошли как раз записки о Черкесии с оригинальными вариантами некоторых глав, которые подвергались цензуре в начале. Вторая часть это этнографические труды, третья это официальные документы, которые ранее никогда не публиковались. А в четвертой части были собраны черновики трудов Хангирея, которые были случайно обнаружены в одном из архивов России в 2002 году. Такая вот судьба непростая и противоречивая у этого человека, у этого этнографа знаменитого адыгского. Книгу Султана Хангирей «Избранные труды» и документы можно приобрести в нашем магазине на Черкесии, ссылка в описании к ролику будет. Вообще, на самом деле, одно из интереснейших, на мой взгляд, произведений, содержащих в себе вот такие редчайшие подробности. И самое интересное, очень много ажамеевцев, вот именно в той части, где которая художественная, аминографическая. Поэтому всем, кто интересуется историей культуры черкесов, рекомендую эту книгу прочесть. На этом все. Делитесь с друзьями, ставьте лайки, комментируйте, заходите в Яндекс.Зен, читайте новые статьи, которые там появляются. И до новых встреч. Всем пока.